Всем привет! Вы на канале Home Engineering и с вами я, Владимир Малеронок. Сегодня мы поговорим про планшеты, но не про их эволюцию отжига экрана с эффектом памяти до процессорного управления, а про графические планшеты. Сегодняшнее видео я разделил на три условные части. Первое это виды планшетов, второе подключение графического планшета Artist 12 Pro и управление графикой. Итак, начнем с видов графических планшетов. Первое это сенсорные панели или мне они еще напоминают внешние тачпады. Как правило они подключаются по USB кабелю к компьютеру, рисование осуществляется на сенсорной панели, а весь вывод графики производится на сам компьютер, в приложении, в котором можно осуществлять рисование. Как правило это Photoshop, Paint, все что угодно. Второе это портативные планшеты, где для их работы не требуется компьютер. У них есть встроенный аккумулятор, вся обработка графической информации производится на графическом процессоре, есть свой процессор, место хранения памяти, в общем одним словом портативные графические планшеты. Ну и третий вид это графические планшеты, схожие с сенсорными панелями. То что рисование осуществляется по сенсорной панели, оснащенного ЖКИ экраном. Вывод графики осуществляется как на сам компьютер, но графический процессор используется именно компьютера. Являются они более удобными, потому что видно в какое место ты устанавливаешь перо для рисования, в отличие от сенсорных панелей. Единственное еще их различие есть со встроенным аккумулятором или с сетевым адаптером. Но смысла не вижу никакого в портативности в виде аккумулятора, потому что вся графика, обработка графики осуществляется именно на компьютере. Поэтому все равно вы привязаны стационарно к компьютеру. Ну и крайний тип еще обычные детские планшеты, кратковременные, с эффектом памяти. Ну они тоже, кстати, удобны для рисования и для оставления каких-либо кратких пометок. Как я уже сказал, подключать будем графический планшет Artist 12 Pro от компании XP-Pen. Поэтому посмотрим его комплектацию. Используется графический планшет с андибликовым экраном. Экран дисплея имеет размер 11,6 дюймов и разрешение Full HD. Сочетает в себе хорошую цветопередачу с углом обзора в 178 градусов. Одним словом можно отметить яркость и точность передачи деталей. Отличие модели Artist 12 Pro от предыдущей версии в том, что есть 8 горячих клавишек, которые созданы для повышения производительности, благодаря быстрому доступу к функционалу. В торцевой части есть разъем Type-C для подключения универсального кабеля, как для питания, так и для управления. Имеются две кнопки управления яркостью экрана, больше и меньше, и кнопка включения самого планшета. Питание для планшета можно полностью убрать с устройства, под управлением которого он находится. А можно использовать 2-амперный 5-ти вольтовый сетевой адаптер, установив на него переходник в зависимости от вида сетевой розетки. Для нас этот вариант евро. Отдельная подставка способна предотвратить скольжение дисплея по столу. Благодаря ей дисплей можно установить под удобным углом, а также она помогает избежать неудобных положений при рисовании. В аксессуарах также можно встретить салфетку для протирания экрана и перчатку для удобного рисования. В его комплекте есть удобный кабель 3 в 1, который легко и быстро подключится к вашему компьютеру или ноутбуку, даже без применения дополнительных адаптеров. Многофункциональный пенал предназначен для хранения самого пера и запасных наконечников, а его крышку можно использовать в качестве подставки для пера. Многофункциональный пенал предназначен для хранения. Вот мы и добрались до второй части видео. Подключение. Установите универсальный разъем, гнездо, питание планшета. HDMI подключите к вашему компьютеру. Черный USB подключите для управления, а красный для подачи питания. Через свободный разъем USB. Если такого не окажется, можно всегда использовать адаптер. После чего можно включить сам планшет и дождаться загрузки компьютера. Если это будет ноутбук, вы будете иметь два экрана для отображения изображения. Если это будет стационарный компьютер, то у вас будет системный блок подключенным графическим планшетом в качестве единственного экрана. Если, конечно, на вашей видеокарте не окажется несколько разъемов для подключения внешних мониторов. К сожалению, у меня был только один. Вот мы и добрались до третьей части видео. Здесь мы научимся управлять графикой. Установим необходимые драйвера и разберемся, какие проблемы могут оказаться при работе этого графического планшета. Так, без установки драйвера, компьютер воспринимает наш планшет как внешний тачпад. Все клавиши работают кое-как, но совершенно не так, как нам нужно. Чтобы это исправить, нужно посетить официальный сайт и скачать нужные нам драйвера. Основные операционные системы, с которыми работает графический планшет, это Windows 7 и выше, Chrome 88 серии и выше, Linux, Mac 10.10 версия и выше. Так как у нас Windows, то мы скачиваем драйвера для данной операционной системы. Лучше скачать несколько версий, так как неизвестно, какая версия будет работать стабильнее на вашем устройстве. Первым делом рекомендую выполнить калибровку, устанавливая перо в то место, куда вы будете его устанавливать при рисовании. Это не обязательно центр крестика. И вот нарисовалась первая проблема. Перо отказывалось рисовать, а если это и происходило, то происходило рывками. Переключение на ластик также было неоднозначным. Оказалось, что шестая версия Photoshop 2013 года выпуска нестабильно работает с данным графическим планшетом. И даже установка нескольких версий драйверов не помогла решить эту проблему. Всё решается установкой более свежей версии программного обеспечения Photoshop, например, 2020 года. Также вы можете попробовать другие приложения для работы с графикой. Например, планшет Artist 12 Pro работает с такими графическими редакторами, как Photoshop, Sci, Painter и другие. Также его можно применять для проведения веб-конференций. После правильной установки драйверов и нужного программного обеспечения, всё работает как надо. И в принципе уже сразу можно приступать к рисованию. Перо поддерживает наклон до 60 градусов, что позволяет делать штрихи и затенения на ваших рисунках. Толщина линии определяется силой нажима. Графический планшет Artist 12 Pro поддерживает нажим с точностью 8192 уровня, что оставит не незамеченным любое изменение силы давления на перо. Механическое колёсико используется в режиме масштабирования. Оно полностью механическое, что очень удобно в отношении позиционирования. Как и другие горячие клавиши, может быть настраиваемым. Но лучше всего его использовать для масштабирования изображения. А все 8 экспресс-кнопок по умолчанию являются уже настроенными, согласно сочетанию стандартных клавиш в среде Photoshop. Осталось только запомнить, где какая кнопка и за что отвечает. Если вам показалось, что перо слишком чувствительное, или наоборот, не хватает отклика на нажатие, всегда можно изменить жесткость нажатия. Сделать перо либо мягче, либо жестче. Критерии такие же, как при выборе обычного карандаша. Хотим жирнее, выбираем мягкий. Хотим тоньше, выбираем тверже. Безаккумуляторный стилус легко позволяет перейти от режима кисти в режим ластика и убрать лишнее. Также можно воспользоваться горячей клавишей шаг назад. По умолчанию она является второй снизу под колесиком. А самой крайней внизу будет горячая клавиша вызова приложения для настройки рабочей области, настройки пера и других конфигураций планшета и пера. Но, как я уже сказал, по умолчанию здесь все настроено очень удобно, что я ничего не стал менять. А наоборот, сделал все по умолчанию. Хотя каждый может настроить под себя. Интерфейс программы позволяет это сделать легко. Если у вас появилась такая проблема в виде того, что перо рисует прерывисто, то есть при кратковременном нажатии оно рисует, а при протягивании линии не оставляет следа, достаточно изменить степень чувствительности нажатия при прикосновении пера. Интересно еще отмечу режим, когда рисовать можно вне рабочей зоны. Так, например, при наличии нескольких мониторов вы можете рисовать на Artist 12 Pro, а изображение будет выводиться на отдельный монитор или выполнять обводку уже существующих изображений. Планшет Artist 12 Pro – идеальный вариант для начинающих художников. Имеет хорошую комплектацию и богатый функционал. Ставьте лайки и подписывайтесь. С меня много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok